всем привет дорогие друзья с вами red fox battle brothers так и вот теперь то первая серия уже вышла хочу сказать спасибо всем за добрые слова уж каждому и не стал спасибо писать у вас очень много тем то что подспрашивал я вроде всем ответил спасибо за поддержку продолжаем что я хотел сказать еще он забыл уже пока собирался стримить так мы тут подрались не слабая получили кое-какую одежку самое время ее поменять проблема в том что у нас в инвентаре места нет эти стрелы раздадим так потом их надо потом их надо будет разобрать обратно чтобы они не потратили наши боеприпасы так переодевать видим будем по частям нам нужно этому братку среднюю броню поэтому надо все самое тяжелое снять а тяжелого тут не особо то и есть так не подсказали что на shift можно спрятать отображение слоя вон там меняется прикольно с одной стороны с другой стороны если получаются попугаи то пусть получаются то им виноват так 185 броник тем не менее уже вдруг получился из-за кольчужки на 22 веса уже ближе уже можно взять ему как раз сейчас не мастера сетей наверное а среднюю броню вот уже плюс 9 защиты уже кое-что а и шлемчик тубу вот плюс 10 отлично сетки еще бы сеткой и было бы плюс 20 так это всегда на улице идет дождик надеюсь дети не будут орать выносливость или хп маловато хп конечно ну да выносливость возьмем так у тебя тут что по броне так 120 это 125 но нам пока можно и потяжелее так 325 2 33 30 так для ним было это так можно быстрее перекидывать через shift на 5 веса получается 80 брони хочу сказать что с южанами выгодно драться почему штекитель заменить 5 брони но 2 веса нафиг это все это перебирал ладно пиш пока так вот это тоже кому нибудь кому нибудь кому нибудь арбалетчику у него все время норовят пострелять тебе вот это тебе шапка кстати шапка хорошая 1 30 145 да шикарно так арбалетчик мастерство мастерства арбалета к сожалению нет и тут мы выбираем или лук или металки наверно лучник он все таки без карманов не особо давайте лука ему возьмем и в принципе можно взять вообще можно было ему додж взять чтоб он получше жил нужно было наверно а мастерство уж потом можно лук кочевников ему дать 40 55 до урона даже больше это один выстрел а он может их сделать 2 так стрелы собираем кого тут вот десяток 7 вот 8 так хиллер теперь ты эту штуку отдавай так наш паяц луи наверное додж очень хочется взять хэдшоты но наверно пока додж так все время соблазняют мили дефом просто нон-стопом наверно так ну ты еще можно дать ты баклер держи пока сеток нет едем дальше приехали над кочевник значит так много они оборванцы конечно но чё-то их дофига так надо наших караванщиков в бой я даже не знаю если этого копеечка сюда поставить а нашу кинжальщика сюда то тут остается проход можно конечно сюда метатели сюда кинжалы но они тогда у нас пообходят всем можно вот так перекрыть низ а это повалят сюда на караванщиков звучит неплохо только как-то далеко впереди мы оказываемся сейчас толпой окружат и привет звучит пока там караванщики вступят в бой или мы можем так рискнуть я думаю не можем я думаю ближе к караванщикам надо их принимать снизу большая толпа собирается так так ну кстати вот призрак потанкует отлично он закрыл проход так что мы не двигаемся отсюда пока призрак потанкует 50 процентов надо этих нижних разгонять хорошо прям молодец тисаками неприятные ребята у них много урона у копий много меткости что у нас броню починить толком не успели если дубинка застанет будет вообще неприятно ой хорош не зря луком удали еще можно шажок назад сделать наверное пусть стоит тут нас этот страж неплохо прикрывает так вот прачники это неприятно это ты молодец заходи еще да да ё-моё первый же заскочил вот и вся стена копий так караванщики ну-ка в бой а знаете уже в бою а этот снижил идет на помощь хорошо он может понадобится давайте-ка я подожду пока вот эти ребята подойдут караванщики мясают так наверное пора прачников отстреливать отлично отстреляли почему они в нее бросаются с 5% шансом вот это молодец это он хорошо подошел так можно рубануть его а можно оттолкнуть и обратно стену копий поставить вот для этих двух хитрецов на какой шанс оттолкнуть 93 вижу что 93 так если его убить вот этот туда заскочит давайте парню с тесаком врежем опа ну такой муф я что-то не рассчитывал держи ой хорошо и вот этому топор в плиту ой красавчик так так вилы это неприятно караванщики начинают заканчиваться этот отважный парень в толпу так ворваться так начинать начинать прачников стрелять или вот тут да у них вроде все плохо давайте прачников напрягать начнем хорошо так караванщики выгребает караванщик отъехал один из трех так ну че устраиваем им массовую дизмораль эх был минус 3 заход один хп там остался буквально так кому топор бросить спрашнику кончились топоры а прощу я хотел в карман дать я кстати стрелы забыл поснимать потратим боеприпасы в итоге ладно так ну бери нож а как говорится взял нож режь гоцель наконец справился со своим одним вражиной ой какой хороший ход здрасте два прачника взяты за мягкое место на те ядом опа у нас побег у нас побег вилы мне бы пригодились кстати я не помню у меня есть или нет эх жалко а че у нас с мили скиллом 44 ну конечно такая себе идея прачников резать но мы его задержим так караванщик решил помереть вдруг от кирки когда бой уже выиграл ой 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 хорошо его ядом так протравила но не убила ну да это выстрел да это выстрел от одному караванчик потери нам выстрел остальное вроде норм а ну как вроде норму урона не получили вообще 243 опта Альберта нафигачила Денежки инструменты Так Вот в принципе и все А вот в принципе и все Да, кончились бы припасы Да, блин Черт, я не хотел в лагерь заходить Блин, прервал им тренировку Надо бы стрел накопать Ну пусть тренируются дальше Ой, мисклик А ты тоже ловила или я тебе забыл раздать? Так, а ну тебе хоть шоты? Всякие скаловазы Тут еще есть атлеты Найка 80% шанс попадания в голову Проща двуручная Проща двуручная Так Что из валы качать? Я, честно говоря, не знаю У нее есть транс Это вроде дебафы врагов Есть Напевы Это бафы нам Но там что-то бафы Такие себе Пока она не раскачает Резолс И есть ветка вообще Руны рисовать Но чтобы рисовать руны Нужны драгоценные камни Которые стоят По тысяче Номиналом Значит Нам еще Это не скоро Будет доступно Вообще Надо брать Резолс И выносливость Больше ничего не надо Защиту от стрельбы Чтоб не застрелили И хп Раз уж выносливость Не дали И она еще тоже Почти ловила Ничего себе Так Стрелы ваши Повыкидывать бы Так уже некуда Места нет У лучника стрелы есть Да Кого больше Вот целый колчан Я могу его поменять Только так Получается И вот так Ну ладно А ну я в тренировку прервал Вот и ловила Еще бы и нет Мы там получили По 300 опыта Я вот не знаю Если полпути Пройти в тренировке А потом Дальше полпути Еще раз Пройти в тренировке Получишь столько же окута Чем если ты весь путь Проедешь в тренировке Без перерывов Я думаю За весь путь Больше дает Чем больше часов Тем больше бонус Но это не точно Например Только сейфлоудом Можно проверить Черт куда едем Вообще Так Помощнички Ни инструментов Ни боеприпасов Ни еды Нет Почему Нет Куда есть Медицины мало И вот Неизвестный город Хикмар Отлично 300 опыта За караван Тут еще По 160 Так Левел ап Только в итоге Нашей поджарки Ну и что Тут брать А вот что И брать Конечно Как без этого Вот 73 Решимости Дудки Только Вот нет Ни 73 Сейчас Еще Больше 78 Уже Получше Так Ну пошли Посмотрим Что тут В городе Сопроводить Караван Чтобы Отсюда Уехать Ингредиентов Новых У нас Не появилось Тут Все Для Богатых Алхимик Вот Ручницу Я думал Взять Нашему Стрелку Но Теперь Уже Нет Вот Сколько Всего Для Прокачки Лагеря Плело Так Сильно Наверное Даже Вам Слышно Это Дождик Цены Космические Вот Рис Недорог Хлеб Недорого Но это Мы Привезли Караваном Инструменты Кстати Более Менее Цена Дорогая Так Броники Неплохие Для Начала Но Для Нас Сейчас Дорого Так Надо Хлам Попродавать Это Конечно Отремонтировать Но У нас Нет Инструментов Чтобы Ремонтировать Кнут Оставим Прощу Мы Уже Выдали Эти Лишние Красивый Платок Красненький Так Ну В принципе Нам тут делать Особо Нечего Синтезийный Город Только Если Сходить Как бы Караван Не пропал Задание Задание Ё-ма-я Задание Уехать Отсюда С караваном Очень Привлекательное Потому Что Делать Тут Нифига Почему У них Порта Нет Чтоб В такую Даль Плавать Так Что По Наемникам Так У многих Наверное Вопросы Кто не играл В эти Версии Легенд Фэнтезийный Город Там Во-первых Есть Гильдия Приключений Это Типа Арена Только Еще Более Веселая Более Разнообразная И Опасная Это Нам Пока Рана На Продажу Там Очень Крутые Шмотки Добавленные Редкие Но Очень Дорогие Нам Пока Вообще Не Актуально И Наим Всяких Веселых Бойцов Тоже Там Они Под 3000 Наверное Стоят Так Что Я Наверное В другой Раз Сходим Посмотрим Не Хочу Не Хочу Задание На Караван Потерять Так Смотрите Есть Зверобой Наш Фирменный За Почти Все Наши Деньги Оборванется 225 Монет Что Это За Цены Это Погонщик Рабов А Что За Живла А Нет Он Не Влох Мой Теть Это Коренка О Марта Мастер Гильдии Неожиданно Еще Один Интересно Если я найму Этого Мастер Гильдии И потеряю Стартового Ничего Не Изменится Нормальная Замена Будет А Кстати Не Помню Он Не Аватар Мастер Гильдии Ну Да Это Просто Стартовый Персонаж Хороший Если Он Умрет Прохождение Не Закончится Ну То Можно Неколько Семь Мастеров Гильдии Набрать Но Когда Нибудь Потом Нанять Ли Вот Этого 1400 Дорого Но Может Он Нам Нужен Если Я Найму За 1400 У 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 Денья Большую Предоплату Спросить Один Раз 260 А Ну 350 В конце Давайте потратимся на Слепую Просто возьмем Я верю в Зверобоя По 60 Атака Защита Две Звезды В Атаку Выносливость Есть Тяжелые Браслеты Тяжелых Доспехов Нету Только Средние Инициатива Инициатива 42 ХП Сообразительный Ненавидит Знать Нас Церве Мастер Стены Копий О У У него Нет Защиты Поэтому Тут Два Варианта Либо Это Додж Он У него Есть Слава Богу У него Кстати Есть Усиленный Додж Либо Это Додж Додж Рапира Да Неплохо Кстати Получается Или Алибарда Без Защиты В заднем Ряду Стоим Тыкаем Алибарда Есть Или Есть Третий Вариант Я Его Начинал Вроде Б Пробовать Кажется В Гладиаторах Попался Я Уже Не Помню Или Не Гладиаторах Я Хотел Раскачать Такого Брака 30-35 Копьё 30-40 Ну Тут Плюс 10 Шанс Попасть Тут Плюс 20 Давай Вот Себе Копьё Поменяем Вилл Нет К сожалению Держи Кнут Может быть В задний Ряд Пока Что Пока Что Знаете Че Я Хочу И Ножки У него Есть Стену Копий На Высочайшей Инициативе На Очень Большой Выносливости Он В начале Боя Выбегает Вперед Ставит Стену Копий На Нее Напарываются Всякое Зверьё Особенно Потом В конце Концов К нему Подходят А Он Через Ножки Делает Шаг Назад И Еще Раз Выставляет Стену Копий Это Как раз Эти Три Стота Мне Нужны Инициатива Чтоб Первым Входить Плюс Додж Поможет Когда К нему Пробьются Хотя И раперист Из него Хороший Но Выносливости На рапире Блин Рубрика Эксперименты Или Пу-61 Или Надежный Работающий Билд ХП Кстати Мало Так что Могут Среднюю Броню Качать А не А не Нимбл Но Средняя Броня Есть 20 Инициативы Что Как раз Для рапиры Не очень А для Моего Билда С Копьем Как будто Бы Все равно Средняя Броня И Копье Тогда Наверное Ему Можно Двуручное Копье Дать Вот Для Этих Фокусов Очень Хочется Взять 3 Милли Дефа Но Если Это Будет Копейщик К нему Не Должны Подходить Все Копейщик Будет Рапирист У нас Были Хочу Копейщика Такого Раскачать Так Что тут Есть Калечащие Удары Как будто Бы Полезно Плюс 20 Инициативы Надо Подышать Почти Наверняка Пригодится Возврат к Стокам Это Если Его Будут Бить Все Больше Ничего Такого Инициативу Наверное И Додж Сразу И он Уже Будет Жить А Потом Уж Стену Копей 137 Инициативы Здравствуйте Бимбизончик Кстати Выпал Ну-ка 27 30 Броней Во Это уже Средняя Броня Вполне Себе 18-37 Сквозь броню 0-3 Ну-ка Ну Что Так Фигня Что Так Фигня А Зарплата Поднялась Но Мне Хватает Только За счет Аванса По-моему Да Хотелось Посмотреть Сеток Тут Не Было Было За 73 Одна А Инструмент Я не Купил Как Я Молодец Нормально Мы Вложились Так Ну Че В этот раз Не все На тренировку Точно У меня Вопрос Если это Переработать Мы что-то Получим А че Даже За копье Ничего Не дают Ладно Мы почти Починены Нам Нужно Чтобы Кто-то Пособирал Стрелы То Это Будет Тут Кому Меньше Все Надо Качаться Вот Сколько До Уровня Немного Новичкам Точно Надо Качаться Всем Надо В принципе Стрелы Есть Ладно Я много Разглагольствую Всех На Тренировку Экспресс Прокачка Всех На Тренировку Стрелы На Бой Есть Потом Перераскинем И Постараемся Купить Там Куда Приедем Вольверенштейн Мы знаем О Мы знаем Ну вот Слева Там Две Деревни Насколько Я помню Бежим В них За крестами Получается Южных Ребят Не очень Хочется Встречать Они Неприятные А вот Разбойников Оборванцев Можно Было Бы Так Ну Из Южных Земель Практически Выехали И Тут У нас Гоблины Сколько Шесть Мне показалось Шестнадцать Гоблины Застрельщики Налетчики Без Волков Хотя Бы А кто У нас В караване Одна Повозка Два Южных Ополченца Ночью Так Ну Это Хорошие Ребята И Шестера Получается Два Стрелка Четыре Застрельщика Ночью Стрелять Конечно Такое Можно Кстати Сокола Выпустить Чтоб Посмотреть Так Мне надо Чтоб Эти Ребята Пошли В бой Я Сказал В бой А не На холм За спину Но Этот Вроде Не Отходит Так Зловещие Духи Ослабляем Противников Только До Одного Достаем Стопроцентный Шанс Расстройка Его Ну Ну 5% Не Ноль Как Говорится Ладно Попробуем Танкануть Караванщиком Так Так Он Танкует Пока Не Ворвались Неожиданно Почему Тут Все На Первый Ряд Танкануть Танкануть Посмотрим Кто Останется Чтоб В него Стрелять 61% Всего Вы Прошло О На него Сработало Терзаем Проколота Легкая Идеальный Сейчас Товарищ Для Удара Ему Сквозь Броню У него Правда Брони Не осталось К этому Времени А до Этих Не достаем Не Менее Шести Ты бы Подвинулся Я бы Широк Сделал И Наколдовал Так Эффективность Новичка Пока Нулевая Терзаем Терзаем Хочется взять их за шкирку этих лучников. Так, фраги тырить было необязательно. Палкайте по горбу, этот не убегает? Так, тырить фраг или помочь своим в непонятной ситуации? Или подрезать фраг? Ладно, пошли помогать. Ну чёрт ты, этот его убьёт. Вот если он промажет атакой, когда попытается убежать, тогда он убьёт от кровотечения. Но это вообще не факт. Конец серии я вспомнил, просили рассказать про перки, потому что тут многое, потому что их тут многое. Хорошо, что он караванщика бьёт. 6 боеприпасов, отлично. И колчан с 8 стрелами, тоже неплохой вариант. А куда боеприпасы ушли, блин? Я понял. Я понял, куда ушли боеприпасы. Тебя ещё. Ладно, поехали дальше. Так вот, про перки. Если не забуду, порассказываю почти левелап при прокатке. Что я беру и почему. Пока тут всё стандартно. Кинжалы тратят уйму и выносливость, если под броню бить. Поэтому лёгкие, колосс и додж, просто чтобы жить. Мимблисту. Тут сетки потом посмотрим, что они делают. Хотя я в целом смотрел. Вот и сам не знаю, что делают. Тут только вот скалолазы всякие и быстрые шаги. Так я сам не толком не знаю, сколько они чего делают. Вроде на пересечённой местности можно лучника куда-нибудь закинуть, куда фиг кто залезет. Чтобы он несколько ходов оттуда хорошо стрелял. Вот, а там посмотрим в процессе. Так, оборванцы. Мы никого не видели. Халява в отряд. Кто к нам пришёл? Кто к нам пришёл? Ловкий бродяга. Враги у него лешие. Сам он тот ещё леший. Иди танковать в первый ряд. Кстати, гоблинские щиты. Они, кстати, получше Баклера. В бою стенка на стенку. Баклер даёт защиту, когда один на один. Держите, гоблинские. Где мы тут видели драки один на один? Так, я не посмотрел, что пришло-то в итоге. Я увидел, что тут... Что тут у нас ни о чём. Чисто мясо, но убой. Даже смотреть не будем. Он втанкует несколько ударов вместо наших хороших братков. На этом его миссия будет закончена. А ему ещё денег надо платить. Семь монет. Надо бы заняться, кстати, нашим заданием. Кстати, не так много и осталось. Хотя мы мало где были. У меня мало поселений, что ли, в мире нагенерировалось. Поэтому такие дороги огромные. И пустые. Так, отлично. Деньги есть. А, новенький-то не стоял на обучении. Ну, ладно. Ой, левелапы. Как экспресс-прокачка работает. Итак, Альберта, шестой уровень. Можно было выучить рапиру, но нам незачем. Так, собачка нужна. Это не надо. Персерк нужен. И вот двойной удар, кстати, для Кинжала как будто бы имеет смысл на 20%. Что за нулевой урон? Наяд, наверное, не будет работать двойно. Ну, этот плюс 20%. 26-52, то есть второй удар будет по 30-60. Да? Даже больше. 30-60, там плюс. В общем, это потом. Сейчас либо Берсерк плюс один удар Кинжала, если мы кого-то убиваем. Или Горимыка, чтобы в окружении себя нормально чувствовать. В принципе, с защитой 42 он уже себя неплохо чувствует, прямо скажем. У этого 40 уже. За щитой 30 двуручники неплохо себя ощущают без щита. А, ну это без щита. Щит сейчас уберем, то будет поменьше. Три выносливости как будто бы маловато. 2 хп вообще ни о чем. Давай инициативки подкинем. Так. Наверное, атаку надо брать. Он у нас главный убиватор. 41 убийство в 17 боях. Все на нем и держится. Держи Берсерка пока что. Ты парень с сетками. Парень с сетками. И видимо копьями до конца игры. Потому что очень кривой. или нет. Если по плюс 2 ролить, конечно, много не наролишь. Какие у него варианты? Либо копье, либо меч. Вообще копье с сеткой не особо. Сочетается как будто бы. Одноручный меч. Или тесак. И сетка. У него вот собачки нет. Мастера сетей здорово бы вкачать. Да, мы вкачаем ему пока что сетки. А с оружием определимся в процессе. Может кистень зайдет. Хотя он кривоват. Да, на тебе Берсерка. Потом определимся с оружием. Так, лучничек наш. Можно накинуть ему меткости. Берсерк ему не особо, наверное, нужен. Можно нож кидать. Но он через скалолаз. Этот шаг у меня немножечко иногда ходил, иногда не ходил. Непонятно. Давайте меткости ему возьмем. Ну, кстати, интересно. Минимальная прибавка 3. От базовой защиты. Базовая защита у него 12. Третья от базовой защиты. Вот 15. Третья от 15. Соответственно, 5. Сейчас прокачаем и посмотрим. Будет у него третья от 15 или третья от 5. Третья от 15. Все четко. Так. Вала. Это транс у тебя? Запугивать врагов? Транс. Мастерство транса тогда, наверное. Держи. Так. Ризол. Дай до двадцатки защиту от стрелковки. И чтоб тебя не застрелили. Ненароком больше, наверное, не будем. Так. Наш пращник, которого пока нет мастерства. Пращи. Но скоро будет. Грибс. Это, кстати, будет работать и на нимбле. Неплохо. А нимбл он или средний? я такой сходу ему дочь укачал хп там мало хп качается в дыровика нету правда и мушкулистости к сожалению как будто бы вот так еще 30 к инициативе кстати то есть сейчас инициатива будет вообще гора интересно этой дополнительной инициативы добавят доджа добавила и неплохо давайте так гибрид будет среднелегкий пока непонятно нимбал он или средний доспех так вот ты наш новичочек держи додж вот и ты уже можешь как-то жить как-то жить но вообще наверное вот это всегда 4 хп слишком много чтобы его не брать пожертвуем немного инициативой принципе он уже может вот так стоять ну пусть там и стоит кстати сзади немножко прикрывает линию так давайте город заедем наверное мы даже ничего не будем покупать инструменты умеренно боеприпасы дорого рунный знак за 42 тысячи прикольно при цене его 1200 я вот подумал было если я таких наделаю они тоже по 42 тысячи будут стоить ну нет они будут стоить видимо монет по 300 ладно в следующей серии мы бежим в эти деревни и срочно ищем себе заработок чтобы как-то сводить концы с концами я видел многие западные стримеры играют но немногие некоторые типа опытные вообще у них денег минуса еды минуса потому что там всего лишь дебафы какие-то они ходят не платят денег нет не покупают еду таверне по моему мораль восстанавливают что-то такое кайта какой-то очень интересный геймплей немножко странный так что попробуем на грани заработка подержаться ладно неплохие вроде братки вырисовываются если они не помрут можно будет что-то интересное попробовать провернуть но пока спасибо всем что смотрели всем удачи всем пока 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 пока